Всем привет! Прошло уже четыре часа с нашего съемочного дня, наша первая съемочная смена, и мы сняли ровным счетом НИЧЕГО! Мы сейчас находимся в Баба Кэмпе, это просто уникальное место в горах. Да, тут хорошо, мы тут будем неделю. Неделя это... Семь дней. Семь дней. Здесь будет проходить фестиваль музыки, будет выступать много диджеев, и мы будем сделать им контент. Ребят, прошло уже шесть часов, до сих пор никто к нам не заехал, мы еще никого не сняли. Просто тупо ждем, когда зайдут первые гости, чтобы начать снимать контент. Поэтому снимаем хотя бы сами себя. Ребят, у нас выдалось пару свободных минут, у нас здесь активная работа идет, просто куча людей, много веселья. Настя, как тебе? Отлично, я уже вспотела. Да. Отлично, будем делиться с вами потрясающими кадрами и контентом. Поехали дальше. Все, Настя, спасибо, Руслан. Еще интернета здесь не так, теперь тебе все публиковать, Настя. Ребят, приехали люди, стоят в чем-то, да? Найдем быстрее поднимаем, хоть что-нибудь, пока они не ушли. Саша, что происходит? Мы нашли еще одного нашего сотрудника, нашего продакшна. Ребят. 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 Команды, команды, представительское лицо перед заказчиком. Как тебе работает? Ну, отлично. Отлично. Отлично работает. То есть, я ответственный, чтобы все делали их работу, чтобы получилось хорошо и все остались счастливыми. Поэтому я, естественно, работаю больше всех, и я больше всех голоден. Поэтому, ребята, давайте пойдемте, найдем обед. И самое главное, что у тебя начнем нормально работать. Итак, для тех, кто не в курсе, мы команда ребят, которые случайно встретились в городе Фитие несколько лет назад, начали знакомиться, начали общаться. Со временем у нас образовался свой продакшн. И в этот выезд на Баба Кэмп мы, то есть, выехали своим продакшном, но в большей степени мы не как такие, как коллеги, как именно в партнерские отношения. Мы больше как друзья. Хороший голос. Видео-то получилось. Мы его вставлять не будем. Поэтому для нас это все-таки такой между нами был такой легкий дружественный вайб, когда мы постоянно шутили, прикалывались друг над другом. Монтажер снимает уже с саунд-дизайном. Потому что мы что в жизни прикалываемся, что на работе нам как бы не важно. Тем более сама работа, сам проект позволял вести себя более свободно. То есть это не какой-то там официальный, где мы должны быть в костюмах, должны тихо там вестись, соблюдать какой-то профессиональный этикет. Да, у нас там был свой профессиональный этикет, но тем не менее у нас была возможность вести день довольно-таки так свободно, расслабленно, просто набирать контент. Вообще не думал, что у нас первую съемочную смену будет возможность посидеть, поразмышлять о дне. Восхитительно. Фестиваль. Что это вообще за фестиваль и как мы на нем оказались? Здесь бы могла быть рекламная интеграция, но мы не нашли спонсоров. Поэтому, если хотите работать так же замечательно, находясь в прекрасных локациях, летать на дроне, бегать с камерой и просто получать деньги за то, что вы отдыхаете, приходите к нам на курс, ссылочка будет в описании. Это уже наш второй фестиваль в Баба Кемпе, то есть в этом лагере. И в первый раз мы снимали фестиваль с йогой. Также он проходил неделю. Мы снимали различных тренеров, которые преподают йогу. Также они были с разных стран. Сейчас это был фестиваль музыки. То есть приехали диджей с разных стран, включали свою музыку, прокачивали толпу, чтобы они выходили, чтобы они танцевали. А если без шуток, то правда нам музыка не очень понравилась. И как бы там было, несколько классных треков, несколько разных интересных сетов, которые было приятно слушать. Например, там римский с оперой, которую он включал. То есть это звучало интересно и необычно. Но во всем остальном был такой довольно обычный клубняк, под который люди даже не всегда выходили потанцевать. Но всегда был один человек, который старался всегда поддерживать диджеев. Ну и так, забегай немного наперед. Это наш первый фестиваль из пяти, который будет проходить в этом сезоне. Организаторам нравится, как мы снимаем, наш стиль, наш подход. Поэтому они нас сразу заказали на все проекты, которые будут проходить до конца октября. И все летает, то есть весь этот сезон мы будем находиться в горах и снимать тематические фестивали, которые будут проходить на их территории. Не хочу быть каким-то негативным. В целом, само мероприятие и сам опыт нахождения на этом фестивале это просто потрясающий наплыв эмоций и опыта. Потому что, когда, к примеру, в Фитие плюс сорок, ты находишься в горах, слушаешь музыку, общаешься с людьми с разных стран. То есть это сам вайб вот этого места очень классный. И тебе просто нравится находиться в нем, даже если там работаешь, не работаешь. Просто находиться там и общаться с людьми с разных культур, с разных стран, с разными взглядами. Это очень вдохновляет. Ну и финальное послевкусие от всего этого мероприятия. Это был классный проект. Классно поработать командой друзей, с которыми вы уже давно знакомы. В целом, мероприятие очень классное. Опять же, повторюсь, за счет того, что есть много разных людей, много разных культур, городов, мнений, взглядов. И оно все находится в одном месте, в таком лайтовом, то есть где непринужденно идет общение. Каждый занимается чем хочет. Может жонглировать, может играть на гитаре, петь, танцевать. И вот во всем этом вот месте здорово находиться и работать. Ну и как обычно, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписка. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, пишите в комментарии. И у нас сейчас еще возник небольшой вопрос, касаемо создания следующих влогов. То есть надо ли создавать подобные влоги на следующих фестивалях. Надо ли их как-то менять в другом направлении. Например, сделать их более профессионально и рассказывать нам, как мы снимаем. Но у нас на это будет уходить больше времени. И не факт, что он получится хорошим влогом на выходе. Поэтому любые вопросы, которые у вас остались, пишите в комментариях. И любые предложения по созданию новых влогов также будут полезны и приняты, возможно, в дальнейшем при создании следующих влогов. Увидимся!